Награждается орден Краснодара старший лейтенант Гитагазов Исмаил Заурбекович, заместитель командира 12-34 стрелкового полка. Это приказ. Это же архивные документы. Племянник Исмаила Гитагазова Осман с особой гордостью и уважением рассказывает о своем дяде. О нем известно мало. Только то, что знают из его уст родные и то, что удалось узнать из архивных данных. Измейл Заурбекович Гитагазов родился в 1912 году в селе Кескем. По словам Османа Гитагазова, после окончания школы его дядя поступил в Арженикидзовскую школу лейтенантов, готовившую к службе в погранвойсках. В ряды Красной армии Измаила Гитагазова призвали в 1938 году. Первое время проходил службу в Витебской области. Затем в некоторое время был откомандирован в Испанию. Принимал участие в финской войне. Там разведка была в Феере. Минометы, снарядцы захватили. Саиндзе. Саиндзе. Вашей области, снарядцы захватили. Саиндзе. 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 Вашей области. Саиндзе. Шесть инструкторов в Испании. Это тоже подтвержденные документы. Но это как бы с его словом. Это мне отец. Июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, Измаил Доурбекович храбро и самоотверженно защищал свою родину. Был заместителем командира 1234-го стрелкового полка 370-й стрелковой дивизии. Кавалер Ордена Красного Знамени Измаил Гитагазов героически погиб в 1942 году и был захоронен Ленинградской области. Осман вместе со всеми родными чтят подвиг своего родственника. Не так давно они установили на братской могиле чурт на гробную плиту. Осман признается, в поисках информации об Измаиле Доурбековиче обошел все архивы. Но данные о нем засекречены, так как он служил в НКВД. Я говорю, что в 1940-м году, в этот эпизод, мы с 1936 года, мы так как-то 20-20, так как-то 20-20. Я говорю, насколько мне много жар-хадутся, удастся, роду-саж, один год, скажешь, роду-саж, но хамаж мы дай, я говорю, ну, так что, хамочит у меня, а вот. То, что, то, что, возможно, мы выкинули, а то, не знаю, там, на разных сайтах. Я говорю, здравствуйте, здравствуйте. Это вы где-то газовый смысл? Да, я говорю, я. Вы оставляли в таком-то году заявку? Да, я говорю, я оставлял. А кто вам будет полностью информации? Что я могу сказать? То, что могло доступно быть в общественности, мы выложили на сайтах. Остальное, у него еще грипп секретности не снят. У этого человека грипп секретности не снят. Старшему лейтенанту на момент смерти было всего лишь 30 лет, но он навсегда оставил память о себе. Даже спустя десятилетия о нем помнят, гордятся и чтут. Зелимхан Калуев, Хамзат Халухоев, Новости 24.